всем привет дорогие друзья вы снова на канале ранчо сенчо посмотрите прекрасная рыбка если у вас же все-таки случайным образом появилась вот такая вот прекрасная часть семги да ладно случайным образом если короче в долго 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 копили как и я и купил эту все-таки рыбу чтобы показать вам клёвый очень классный рецепт я кстати если чё очень обожаю слабосоленую рыбу особенно красный в общем вот такой вот кусочек есть надо ее сроченько засолить а как засолить я вам покажу сегодня три способа из них два способа я пробовал 3 для меня сегодня тоже будет эксперимент поэтому смотрим видео если у вас появилась то готовим вместе со мной надеюсь раздразнил ваш аппетит и вы приготовите реально вкусную семгу по этому рецепту я скажу так красная рыба любая подходит для засолки но делал я форель форели тоже очень вкусно но она немного более суховато понятно и жирненько все равно но более суховато получается лосось и семга самые подходящие рыбы для засолки это лично моем если чтоб мнение а больше даже подходит семга что мы делаем я кстати смотрел в интернете разные вообще кто как готовить снимает шкурку или не снимать смотри полностью это видео я вам все покажу как разделывать рыбу то есть нам надо разделать рыбу вот так вот пополам кстати пока не забыл как если что вы частенько спрашиваете как выбрать кусок мяса как выбрать кусок рыбы и так есть три правила по которым можно отобрать хороший кусочек рыбы рассказываю первый этот запах соответственно понюхайте обязательно рыбу на запах она не должна пахнуть протухший а семга ой у нее вкусный морской вот такой вот запах и она именно должна пахнуть так далее рыба не должна быть склизкая но это так это будем относить первому второе рыба должна особенно семга она должна быть ярко-красного цвета если она уже такого розоватого цвета кстати если что сегодня я болтаю очень много поэтому если ты зашел чисто за рецептом то про лист вы либо вообще вот другие есть видеоролики это видео будет и рецепт и болтовня 2 в общем это должен быть ярко насыщенный цвет если он не ярко насыщенный значит наверняка эту рыбу частенько замораживали и размораживали и тогда она просто получается уже бледная поэтому выбирайте ярко насыщенную рыбу и третье эта структура рыбы вот рыба она должна быть под плотный понимаете когда мне отрезали вот этот вот кусок если вот она здесь будет вот знаете вот такая вся рыхлая все это тоже рыбу часто размораживали замораживали и до конечника до конечного покупателя она дошла уже не совсем свежий вы теперь знаете как выбрать себе хорошую рыбу смотрите как мы начинаем разделывать вот здесь вот у нее идет хребет и аккуратненько вот вот здесь вот где кость аккуратненько прорезаем кстати нож лучше выбрать конечно же филейник филе никому очень хорошо распластвовать рыбу это мясо потому что он лучше гнется аккуратненький и можно филейно вырезать когда нету вот видите я горе блогеры у меня нет нормальных ножей ну ладно нет у меня есть хороший наш самура и он точно также подойдет короче если нету то делаем вот так и ничего страшного и не паримся и аккуратненько вот здесь вот кстати если что у меня может не очень хорошо получится но я надеюсь хорошо и дальше по косточкам аккуратненько срезаем пласт рыбы и посмотрите что получается вот так вот кстати ничего даже у меня круто получилось да реально идеально вот он тоненькие ребрышки остались здесь мяса нет короче я мега крут вот на этот раз у меня получилось вот эту вот часть рыбы мы ее убираем то есть вот так вот под надрезом но смотрите до кожицы доходим а далее срезаем кстати это не выкидываем это тоже за солью только отдельно и весь пласт рыбы нужно снять с чешуи вот так вот здесь берем и просто плоско ножом ведем видите и все убирается и то же самое проделали со второй части кстати вот накосячил но не забываем также достать отсюда косточки схватить и далее я вам показываю первый самый классический самый наверное удобный и самый клёвый способ засолки то есть берем мы рыбу разрезаю вот так вот здесь на пополам так будет лучше потом и удобнее и есть и делаем обычный сухой классический посол рыбы для этого засаливать кстати если что можно в пластиковые в стеклянные эмалированные либо же вот такой вот гастро емкости нержавеющий не в обычной металлической для этого берем два к одному две ложки соли и одну ложку сахара столовой все размешали размешали это самый стандартный самый классический самый простой самый ходовой способ ну и она так рыбы кстати получается реально достаточно клево если что соль смотрите берите не мелкую лучше всего среднюю либо крупно потому что мелкая она может изменить структуру рыбы из делать ее прям рыхлый что нам в принципе не нужно смотрите для чего удаляли кожицу объясняю то есть кожицу удалили она с двух сторон будет просаливаться одинаково хорошо если кажется не удалить будет менее хорошо отправляем рыбу всеми сторонами вот так вот обваливаем соли и в сахаре соль обычная поваренная не видированы и также отправляем вот второй кусочек все и вот так вот рыбу оставляем на 12 часов минимум желательно через 12 часов если у вас вот такие вот тоже толстенький кусочек как у меня будет идеально но можно продержать 24 часа больше суток я вам не советую она может пересолиться но либо же знаете как вы любите малосоленую 12 часов если такую средненькую 24 часа если прям соленую рыбу то можно и продержать принципе двое суток вот больше двух суток вообще солить рыбу я считаю не надо второй способ засолки первый был сухой второй будет у нас мокрый способ засолки то есть мы ее делаем в рассоле но здесь не надо особо мудрить хитрить ничего то есть берем пласт рыбы и наводим рассол рассол простой соль сахар можно положить душистого перца но никакой лаврушки ничего не нужно потому что но вы испортите просто вкуснейший вот этот вот морской вкус красной рыбы не нужно рассол наводим 10 процентный то есть берем пол литра воды к примеру и насыпаем сюда 50 грамм соли чтобы насыпать 50 грамм соли если у вас нету весов это две с половиной столовой ложки соли насыпали и сахара я сюда отправляет чуток меньше то есть приблизительно полторы ну либо вот ну полторы ложки все теперь растворяем соль сахар полностью чтобы получить вот такой вот раствор туз лук по консистенции раствора почему делать десяти процентный потому что он идеально подходит как раз для засолки рыбы за 12 там 24 часа когда полностью растворили все заливаем просто рыбу этим раствором отправляем сюда и заливаем полностью чтобы рыба покрылась точно также накрываем крышкой и убираем в холодильник и 3 это вот как раз такие маринады я пробовал я знаю как засаливается рыбы я могу сейчас рассказать и она получится но чуть позже все чуть позже берем вред ветки укропа и срезаем отсюда чтобы взять чисто укроп его здесь хорошо мельчим и отправляем вот в такую вот тару но также не забываем этот будет похоже на обычный классический стандартный метод засолки то есть сюда отправляем также 2 столовых ложки соли и одну столовую ложку сахара сахара здесь играет роль усилителя то есть перец у нас раздражитель вкуса а сахар это усилитель вкуса поэтому он делает рыбу ярче красочнее вкуснее аромат не здесь это хорошо перемешиваем и обволакиваем рыбу кладем рыбку и со всех сторон также чтобы обволокла теперь друзья что будет происходить соль соль начнет вытягивать влагу из рыбы и рыба станет более упругой ну и за 12 часов она просолится в рассоле тоже точно также начнет вытягивать соль из рыбы но тут же он будет впитывать вот этот рассол короче она будет более нежная вам так скажу теперь накрываем крышками либо же упаковываем пищевой пленкой отправляем это все в холодильник от 12 до 24 часов зависимости какую вы просолку хотите у меня будет 24 часа ну а далее друзья что я вам хочу сказать как я это буду все дегустировать возможно я даже не один буду это все дегустировать смотри следующий видеоролик обязательно не пропусти и главное после засолки обязательно рыбу нужно промыть под проточной водой чтобы убрать лишнюю соль и тогда будет вкусно